К сожалению, все 30 лет я наблюдаю то, что нам очень много обещают, обещают, что мы будем жить лучше. Если не мы, то хотя бы наши дети, внуки будут жить лучше. И вроде бы сначала все к этому шло, но сейчас почему-то все повернулось вспять. Меня это пугает. И я вижу, что ни одна партия не отвечает каким-то моим интересам. Я не могу ни за кого проголосовать, ну просто ни за кого. Хотя я очень переживаю о состоянии в Эстонии, но я думаю шире. Понимание, что мир начинается с меня, с моего сердца. И, конечно, я откликнулась на это движение. У нас точно уже нет другого выхода. Надо что-то делать, и если никто другой не предпринимает никаких действий, направленных именно к миру, то это должны делать люди. И вот у меня, например, тоже двое детей, и я думаю и об их будущем тоже. У нас предвыборная вот эта платформа, пункты. И там есть конкретные пункты, на которые мы обязательно хотим начать активную работу. У нас нет сомнений, что надо что-то делать. Мы знаем, что делать. Мы хотим попасть в парламент и донести до парламента Эстонии эту информацию, что у каждого жителя Эстонии есть равное право на образование, министерину, самопризнание, культуру, историческое наследие и так далее. Поэтому нам есть чем заняться. Мы знаем, чем мы будем заниматься. Мы не сомневаемся, чем мы будем заниматься. И поэтому мы стоим вместе. Да, и чтобы наши пункты хотя бы обрели какой-то вес, нам нужна поддержка населения. Конечно, потому что воевать с другими партиями, у которых какие-то другие цели, но без поддержки населения просто невозможно. И если люди найдут отклик в нашей программе, которая опубликована, и с ней можно ознакомиться, и почему бы не поддержать нас и не дать шанс и нам, и себе, так, чтобы эти выборы вообще не стали для Эстонии какими-то последними выборами. Потому что мы все видим, куда идет ситуация. А идет она в очень нехорошем направлении. Согласна, согласна. Большое количество людей без гражданства. Вы сторонники такого решения, чтобы эти люди могли получить свободное гражданство? Или не сторонники? Я сторонник того, чтобы предоставить этим людям выбор. Либо они хотят получить в облегченном варианте, в облегченном, без вот этих сложных экзаменов по эстонскому языку. Либо они все-таки не хотят, потому что многие люди уже привыкли за эти годы и даже говорят, что им это как-то, их это устраивает. Ну, я не знаю, насколько это выгодно государству, но людям нужно предоставлять выбор. Или они хотят этого, или они сами этого не хотят. Скорее, возможность. Да, то есть возможность, да. А сейчас нет даже возможности. А что есть облегченный вариант? Что он из себя представляет? Ну, в моем понимании, это человек должен прийти, написать заявление, что он хочет, и это заявление должны удовлетворить. Без каких-то требований. Есть в законодательстве такой пункт, что люди, которые имели в прошлом судебные наказания, не имеют права на получение гражданства Эстонской Республики. Считаете ли вы справедливым такое положение? Нет, я не считаю. Возможно, какие-то случаи можно рассматривать как-то индивидуально, но так, чтобы в целом сказать, что если у человека есть какая-то судимость, то он уже как бы и не человек. Ну, да, то есть судимость погашена. Судимость погашена, он за это заплатил, и как это должно коррелироваться с этой проблемой, я не должен это. Человека оцениваться по делам. В любом случае, про это и писали, и говорили очень много. И я так тоже считаю, что если человек искупил свое вино в криминальном порядке, то ему нужен второй шанс влиться в общество, участвовать в жизни общества.